Итак, телескоп мы сделали. Что я еще сделал? Видите, это кольцо с зубьями. Для чего? То есть это, по сути дела, поворотный механизм. Я ее поставлю вот сюда, тогда в зацеп, она как бы должна цепляться и должна вращаться. Зубья сделал очень просто. Вырезал кружок, а остатки вот они. Получились точные зубчики. Здесь я внутри еще вырезал и сдвинул. Внутри я хочу сделать такой какой-то механизм шестеренок и будет очень аутентично. Следующий момент. Мне как бы не нравится этот окончание, поэтому я придумал следующее. Я взял вот эту пластмассочку, пластмассовую крышку. Открыл ее, проделал в нее дырку или отверстие, как хотите. И сюда я вставлю стеклышко от часов. У нее есть. Таким образом будет довольно таки неплохое окончание такое, знаете ли, со стеклышком будет. Будет красиво. Ну вот такие изменения. Сейчас я еще серебрянкой тут пройдусь, чтобы она под металл была похожа. Совсем маленько оказалось у меня под мирной глины. Ну ничего, я заказал. Так, много мне не надо. Вот столько хватит. Потому что у меня только фрагментом там будут кирпичиков. Изображать будут обвалившуюся штукатурку. Из-под которой видно кирпичики. Вот так, я думаю, будет хорошо. Отправим запекалку. Пришла пора вам покрыть серебрянка. Впечатление железа. Так. Мы его дадим. Это впечатление. Еще как дадим. Так. Ну еще немножко. Снизу тоже надо немного. Я думаю, картина будет висеть наверху. И все недоработки, нижние, будет видно. Поэтому не допустим этого. Никакого разу. Вот так. Вот. Ну и теперь, конечно же, приводную. А не, вот эта приводная. Это ведущая шестерня. ". !" Т Restaurевая шестерня. Впечатление хорошее. Я вам доложу. Надо было наждачку еще убрать. Гострые углы. Ну, как бы ход не дошел. Но вам советую, вам советую, ребята. Делайте это. Обращайте внимание на вот такие мелочи. Бывает очень полезно. Хорошо. Есть такое дело, да? Надо бы принести этот фен, а то он никак не может засохнуть. Что-то черной краски много нанес, и она плохо сохнет что-то. Ну что ж, есть такое дело, да? Хорошо. Так, ну а теперь приготовим деревянные вылески эти. Дело в том, что они валяются у меня уже давно. И как-то никак не найду я им применения. Вот эти деревянные. Вот они. И нынче я решил их использовать. Все. Покрашиваем тут частью. Этот. В медный. Частично бронзовый. Ну и потом выделяем какие-то моменты золотые. Они деревянные. Они деревянные. Клеятся легко. Поэтому я решил вот тут их в этой своей нише вот тут использовать. как механизмы, допустим, панковские. Что, я думаю, будет очень неплохо смотреться. Я так думаю. Вот так. Вот так. Вот так. Теперь достанем бронзу. А, бронза. Вот здесь валяется. Вот. Вот. Когда-то купил этот набор. И вот. лежит, лежит. Я, как бы, все на какие-то цели берег непонятные. Но вот, мне кажется, цель сейчас и пришла. Появилась цель. Ну, что-то она не очень отличается, я вам скажу. Ладно. Ладно. Потом, если что, мы добавим золото. В общем, механизм. Дорисем. Это меньше всего, как бы, меня волнует. Ладно. Всегда можно дорисовать что-то. Не без того. И вот это, если я попробую. Ча-то. Но... Ладно. Ладно. Так, набрали, набор есть, вот так оно будет привечиваться, но самое смешное, что оно не подходит сюда, а обрезать как бы не хочется. Поэтому придется этот вариант отмести и что-то другое придумать. Ну вот, на железную заменил, смотрится как бы немножко лучше. Ну что ж, так и оставим пока. Ну вот, так оно выглядит теперь, в окончательном варианте. Вот, видите, неплохо. Теперь надо ее просто поместить на место, и все. Вот так он на месте теперь выглядит. Тут у нас еще будет домик, тут будет домик и так далее. А потом начнем сужать вот сюда. На крайний случай передвинем черепаху. Вот так оно смотрится брутально. По стимбанковски все верно. Так, еще один проект маленький закончен. Сейчас буду думать, что дальше.